Аулы высокогорного Дагестана заметно опустошаются. Люди покидают районы, стремясь к жизни в крупных мегаполисах. Но, как правило, всегда находятся те, кто покидать свою малую родину, несмотря ни на что, не намерен. Так и героиня нашего следующего сюжета, бабушка Каримат, жительница села Чедоколок Талертинского района, убеждена, что никакие цивилизации не заменят прекрасной сельской жизни. По руинам старого села, где когда-то буквально кипела жизнь, прошлась наша корреспондент Умой Брагимова. Еще одну свяжу тебе. Самая старая жительница села Чедоколок Талертинского района. Каримат Халилова не знает ни одиночества, ни отсутствия заботы. Счастливая бабушка 12 внуков уже с трудом передвигается, но в свои 84 года она все еще продолжает заниматься своим любимым делом – вязанием. Вяжу внучкам, в основном Марии Тимодини Салихат. Салихат пыталась особенный узор сделать, она любит. Сложно вязать? Сложно, конечно, рука знаешь, как устает, уже не могу. Много времени это занимает? Не то чтобы. Я вот одну пару за несколько дней могу связать. После замужества Каримат Халилова вместе с супругом переехала в соседнюю местность Хордоколок Талертинского района. Жили молодые обособленно, дом находился у дороги. Когда они жили в Хордоколок, у них останавливалось очень много путников, и поэтому она рассказывает нам очень много разных историй. Гостям из соседних аулов и городов Каримат всегда рассказывает удивительную историю села Чадоколок. История его прежде всего связана с построением домов. Аул не был густонаселенным. Жители строили дома очень близко, словно друг на друге. Однажды пожар уничтожил все село. Отсюда и его название. Село переименовали в Чадоколок. Это переводится с нашего диалекта как «горящий хутор». Потому что Чад на нашем – это огонь. Жители долго восстанавливали село после пожара. Легенды. Им бабушка Каримат уделяет особое внимание. А в частности, истории о шейхе Исмаиле. Был он пастухом. Как-то односельчанин увидел среди его стада несколько волков. Мужчина удивился тому, что хищники и не думали нападать на отару овец. Молва разнеслась по всей округе. Жители решили, что шейх – колдун. Джамат изгнал его из села. Когда шейх Исмаил покидал село, он остановился здесь. Стукнул посухом, и на месте появился горный родник – святой источник. Так его называют местные жители. Особенность его в том, что из родника всегда зимой течет теплая вода, а летом холодная. Давайте же испробуем. Действительно, охлаждают. Шейх уехал в соседнее село Бишта, где и скончался. Причем местонахождение его могилы долгое время оставалось для жителей Чудаколоба неизвестным. Мы находимся на месте захоронения шейха Исмаила. Сегодня добраться сюда было довольно-таки легко. Хотя зимой это сделать практически невозможно. Потому что с горы, которая находится напротив, сходит лавина. Она покрывает всю эту местность снегом. Но место захоронения шейха остается неприкосновенным. Сейчас могила шейха – это место паломничества. Бабушка Каримат в числе тех жителей села, кто по возможности совершает туда зиарат.